Доброе утро! Студия Хорошего Настроения продолжает свою работу и с вами вместе. Этот день встречает Дмитрий Кахно и Саша Каштанова. Сегодня вторник, 3 февраля. Представьте себе, друзья, 216 лет назад на свет появился господин Мендельсон. Написал марш и сотни тысяч, а может быть и миллионов людей под этот марш поженились. Решили поговорить о свадьбах, именно поэтому я сегодня в черном наряде. У нас очаровательные гости, владельцы праздничного агентства Happy Day, основатели первой в Беларуси школы свадебного бизнеса и спикеры международных конференций Анастасия Давыдова и Елена Логодич. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, почему вы решили заниматься именно свадебным бизнесом и насколько он в принципе развит в Беларуси? Ну в первую очередь, наверное, скажу, что вот как-то у нас так получилось, что мы исключение всех правил, так как мы дружим уже с первого класса, это уже практически 20 лет. То есть и женская дружба, и партнерский бизнес, да. Почему именно свадьбы? Ну, например, день рождения, юбилей, Новый год, это все время меняется, да. Но свадьба это именно тот праздник, который нужно сделать идеально, да, подойти к нему очень качественно. И все-таки должны этим заниматься профессионалы в первую очередь. Поэтому мы решили создавать новые семьи, новые истории, да, которые будут счастливыми. Не зря мы праздничное агентство Happy Day, счастливое агентство для счастливых людей. Вот видишь, как хорошо для счастливых людей. А сейчас февраль, начало, это то время, когда люди как раз-таки задумываются о свадьбах. Когда в Беларуси женятся? Ну, начало января это считается открытием сезона, то есть, да, люди начинают планировать свои свадьбы, бронируют летние даты. Но вообще это май и октябрь, где-то так люди... С мая по октябрь? Да, то есть такой сезон. Но май-май, это уже практически никто такого не учитывает, да, такие моменты. Но все-таки сезон считается это лето, потому что у нас три месяца, красивые выездные церемонии. То есть вот это небольшой промежуток, чтобы выйти замуж или жениться. Но зимой тоже свадьбы, конечно, есть, они очень колоритные, интересные, но это немножко другая специфика. Утепленная свадьба. Судя по статистике, за последние годы белорусы чаще женятся, чем разводятся, хотя и то, и другое делают с удовольствием, говорит статистика. А раз чаще женятся, значит, большое количество людей готово помогать невестам и женихам эти свадьбы организовывать. И я понимаю, вы пошли дальше, агентство «Хэппи Дэй» открыло школу свадебного бизнеса. Что же это за школа такая? Неужели все-таки свадьба – это бизнес? Мы пришли к тому, чтобы открыть свою школу два года назад. И как это произошло? Мы поняли, что у нас уже опыта очень много, чтобы делиться с другими девочками, да. Беларусь развивается, рынок очень сырой, поэтому мы решили это направление не с точки зрения бизнеса, да, а с точки зрения деления опытом, рассказать, как это должно быть, и чтобы это выходило на профессиональный уровень. Вот, и два года назад мы запустили свой первый курс. На сегодняшний день у нас более 30 учеников по всей Беларуси. И основная задача – это, чтобы это была профессия, а не хобби. То есть хобби – это точно не про эту профессию. Когда от свадебной кухни все, что творится с координаторами, я вам просто передать не могу. Когда заканчивается свадьба в 2 часа ночи, и ноги, спина, и все, что может быть, болит, это очень сложный труд. Поэтому мы несем массу, что это такая же профессия, как строитель, врач или повар. Все-таки везде должны быть свои профессионалы, да? То есть еще раз повторимся, что это не хобби, да, это настоящая профессия. Какой координатор? Где, что? А как же попрошу маму, подружку? Да-да-да. Кто-то на диване вроде машины. Бабушка, бабушка, бабушка. Все изменилось. Никто уже не просит родственников и знакомых. Всем нужна красота. В первую очередь это должен быть праздник, да? И праздник для всех. Не только для жениха с невестой, но и для всех гостей. Все должны просто наслаждаться этим мероприятием, запомнить его в первую очередь. А не бегать и не думать про бутерброды, или хватает ли алкоголя, да? Или когда выйдут артисты выступать. То есть для всех должен быть праздник на мероприятии. Давайте поговорим с вами о свадебных трендах. Что нынче модно? Какие сейчас свадьбы? На что сейчас спрос? Ну, смотрите, сейчас очень модно подглядывать в Европу, да, и организовать европейские классические свадьбы. Вот это наше основное направление. Это хороший европейский банкет, наличие выездной церемонии. То есть это очень модно, да, сейчас, когда папа ведет невесту, все плачут. Этот момент такой, да, душевный очень. Очень флористика красивая, да, красивый текстиль, хорошее обслуживание. То есть люди стремятся к этому. То есть чтобы сделать из этого, на самом деле, такой запоминающийся день. При этом, чтобы и гости отдохнули, и молодые запомнили этот день. Что такое мода, да? Мы за кем-то следим, и кто-то все равно диктует эту моду. Мы, в свою очередь, тоже можем быть теми людьми, которые ее диктуют. И, в первую очередь, если пара к нам приходит с какой-то классной идеей, либо мы видим пару, и из ее, да, каких-то особенностей мы творим какую-то историю, это и есть мода. Мы сами с вами, да, можем делать эту моду, чтобы за нами подглядывали, да, и уже за нами что-то повторяли. Ведь копируют кого? Копируют шедевры, копируют каких-то знаменитостей, да, поэтому это тоже хорошо, если копируют. У вас есть свой проект, специально предназначенный для невест. Что же это за проект такой? Мы вообще много, каждый год мы какие-то новые проекты запускаем, для того, чтобы, да, каждый новый сезон, новая невеста, чтобы развивать этот рынок. В том году это была первая европейская выставка. В этом году мы проводим новый формат. Это «Черная пятница», да, то есть, но именно в свадебных услугах. Ну, мы почему-то подумали, почему не провести интересный формат. То есть «Черная пятница», когда максимальные скидки. Да, да. Тотальные глобальные распродажи. Распродажи женихов? Нет, нет. Нет, нет. Услуг, да, то есть вы можете прийти и в этот день заказать фотографа со скидкой 20%. Приятно, да? То есть или ведущего заказать на свадьбу со скидкой 50%. То есть это будет приятно для женихов и невест, плюс какой-то новый формат, которого еще не было, чтобы невесты с женихом приходили и понимали, что вообще есть на рынке. Когда они попадают в подготовку к свадьбе, они, знаете, это истерия, как на них крио-сауна, да, то есть тысяча холод, лед, все. Они вообще не понимают, что происходит и что сейчас на рынке. Поэтому каждый год надо показывать, что происходит, какие приходят новые артисты, ведущие и все остальное. Поэтому мы каждый год что-то проводим. В этом году. Это черная пятница 13 февраля будет. Но по вашим наблюдениям, кто более ответственный в этом вопросе, женихи или невесты? Я понимаю, женихов вообще делает не касается. Все про невест. Невестам пятница черная, невестам платье, выберем невесте шубу. А жених в костюме, да? А жених в костюме с выпускного придет. И вообще мужчины как к свадьбам в Беларуси относятся? Готовятся так же, как к девушке или нет? Вот на самом деле, в основном, да, это невесты. Но бывает такое, что и женихи. Не знаем, почему именно в этом году к нам звонят, в принципе, и заказывают, да, на встречу к нам приходят именно женихи, мужчины. То есть, да, это какой-то нонсенс именно в этом году, потому что именно ребята начинают мониторить рынок, да, искать какое-то агентство и уже записываться на встречу. Поэтому женихи тоже. Это на самом деле хорошо, потому что невеста не находится в стрессовом состоянии, когда ей кажется, что она одна этим занимается. и она тоже переживает, что мало ли кому-то не понравится, да. И если жених принимает участие в подготовке к свадьбе, то и невеста выглядит намного спокойнее и счастливее. Но бывают и такие женихи, которые хотят, чтобы в свадьбе был сюрприз. Они приходят, ничего не знают, и потом в конце они подходят, я хочу продолжение банкета, то есть все круто. Вот, то есть бывает два раза, которые очень активно готовятся, а которые вообще, в принципе, не участвуют. Приятно, что девушки говорят о приятных сюрпризах на свадьбе. Хотя, наверное, они могут быть разными. Вообще, белорусский свадебный бизнес, как к нему относятся и в других странах? Вот у нас есть информация, что эксперты из Дубая включили агентство Happy Day в число 100 лучших организаторов свадебного бизнеса. Да, это очень приятно, на самом деле. Нас в том году уже приглашали в Грецию поехать, но у нас не получилось. И буквально вот вчера опять позвонили, что мы входим в топ сотню. Это приятно, почему? Мы очень много работаем, мы развиваемся, ездим, мы обучаемся постоянно. Выступаем на международных конференциях в Киеве, в Москве. И когда ценят твой труд, это приятно. Но сказать о том, что мы немножко отстаем, я хочу сказать, почему? Потому что СНГ, Россия, Киев, где мы ездим, там немножко выше уровень по свадьбам. Но у нас цель такая, чтобы у нас теперь подглядывали, чтобы нас копировали. Почему? Потому что мы тоже хорошая страна, с красивым колоритом, и наши свадьбы тоже интересны, и очень красивые пары бывают. Поэтому мы сделаем все, чтобы о Беларуси узнали. Общаюсь с вами и хочется сказать верю. Верю, что можно сделать незабываемые красивые свадьбы. Спасибо вам большое, что заглянули к нам с утра пораньше. Напоминаю, в гостях у студии Хорошего настроения были владелицы свадебного агентства «Хэппи-дэй» Анастасия Давыдова и Елена Логодич. Желаю вам прекрасно потрудиться, чтобы как можно больше красивых белорусских молодых семей обрели эту же семью и счастье в день своей свадьбы. Спасибо большое. А завершить беседу на мажорной ноте нам поможет струнный квартет учителей столичной детской музыкальной школы искусств номер 5, который исполнит, конечно же, свадебный марш Мендельсона. Субтитры создавал DimaTorzok «Хэппи-дэй» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»